Я не в первый раз приезжаю в Беларусь. В 2016-м и 2017-м годах мы устраивали автопробеги из Германии в Россию. Под лозунгом «За мир и дружбу» и на обратном пути мы останавливались в Минске. Правда, это было недолго, так что это был короткий визит в вашу страну. Я про хатыни, деревню Дремлёва, которая находится в Брестской области, я узнал из интервью на YouTube. Оливер Шнейман в беседе с журналистом Дирком Польманом рассказал о том, как хотел в немецкой векопедии разместить статью, скорее даже целое историческое исследование, укорательной операцией с кодовым названием «Треугольник». Тогда, во время одного из антипартизанских рейдов, фашисты полностью уничтожили деревню Дремлёва, убили почти всех ее жителей. Оливер был в мемориальном комплексе Дремлёва и познакомился там с историком, который в течение 10 лет работал в архивах и собирал свидетельства этого страшного преступления. Он попросил ученого изложить историю деревни в письменном виде, затем перевел ее на немецкий язык и загрузил в Википедию. И эту статью удалили через три минуты после публикации. Этого времени даже не хватит, чтобы дочитать ее до половины, а ее удалили безвозвратно, на основании того, что якобы многое из написанного неправда. Подумай только, память о трагедии одной из тысяч деревень, уничтоженных в войну, просто блокирует и стирает. Меня это очень задело, я был просто возмущен. Когда я узнал об этой истории, я сразу позвонил Дирку Польману и своим друзьям, с которыми мы часто бываем в России, и предложил срочно приехать в Беларусь. Так, в ноябре 2022 года мы впервые оказались на вашей земле. Это был недолгий визит. Но по дороге домой мы решили, что должны будем приехать в Беларусь большим составом. Оливер Шнейман предложил организовать поездку 22 марта 2023 года. В день, когда ваша страна отмечает 80-ю годовщину уничтожения Хатыни. Так мы и сделали. Мы бросили клич, нашлись люди, которые, как и мы, выступают за мир. Мы собрали большую группу и вместе отправились в Хатынь. Мы хотели таким образом подать сигнал белорусскому народу, что в Германии очень многие не согласны с внешней политикой немецкого правительства. которые не поддерживают. На траурном митинге в Дремлево меня попросили сказать несколько слов. После мероприятия к нам подошла пожилая женщина. Оказалось, что это внучка кого-то из выживших или тех, кто жил в Дремлево до трагедии. И эта женщина показала мне фотографию своей семьи, стоящей на фоне дома, который был сожжен вместе с другими домами. Меня это тронуло до глубины души. Я просто не знал, что делать. Я подошел поближе и обнял ее. Не знаю, почему, но мне захотелось это сделать. Я знаю, что не виноват, ведь я лично не совершал преступления, но я чувствую себя немного соучастником, потому что я потомок тех людей, которые приходили сюда. Маминого отца в 22 года призвали в армию. Он был солдатом на Западном фронте. Мой второй дед во время войны водил паровозы из Украины в Грецию. Я знаю, что на мне нет никакой вины, но в то же время я чувствую внутреннюю потребность до конца разобраться с прошлым. Мы все, жители Германии, должны, образно говоря, пройти через долину знаний. Это мучительно и больно, но если мы не осознаем того, что тогда произошло, если мы не поймем, что мы натворили, мы не создадим разумной, прочной основы для объединения народов, для дружбы и взаимопонимания. Мне словно что-то сбило с ног там, Дремлево. Но я не из тех, кто просто встает и уходит. Я встал, огляделся, присмотрелся, что же это за место. И осознание того, что я понятия не имел, через что пришлось пройти белорусскому народу во время гитлорусской оккупации, настолько потрясло меня, что я сказал себе, я должен что-то сделать. Не в моих правилах отступать или проходить мимо. Я сказал себе, сделай что-нибудь. И для нас, немцев, я здесь вижу непочатый край работы. Буквально сразу после посещения Дремлева я позвонил своим друзьям и сказал, поехали со мной. И мы приехали в Беларусь, сперва небольшой группой, 3-4 человека, затем по 8 человек на двух машинах, и один раз нас было 12 человек. Я рассказываю и буду рассказывать правду об этой деревне. Во время своей первой поездки в Дремлево я познакомился с историком по имени Анатолий. Он рассказал мне об этом месте все, начиная с первого исторического упоминания до последнего дня, когда деревню сожгли. Я до сих пор не могу понять, почему, но я попросил его прислать мне эту историю по электронной почте. Я решил опубликовать ее в немецкой Википедии. И тут происходит что-то удивительно невероятное. По какой-то неведомой мне причине текст удаляют через 3 минуты после публикации. С ума сойти! Кому поднатойблась удалять статью, содержавшую только факты? Но вы знаете, наверное, этому надо было случиться. Я, конечно, был тогда очень зол. Первое, что я сделал, я связался с одним из немногих оставшихся в Германии талантливых журналистов, Дирком Польманом. Он внимательно выслушал меня, а через какое-то время сам мне позвонил. И мы сделали по этой теме большое интервью, которое до сих пор можно посмотреть на Ютубе. И с тех пор вся эта история заиграла совсем другими красками. Получилось так, что удаление статьи из Википедии произвело прямо противоположный эффект. Тот, кто хотел удалить мою статью, по сути, хотел вычеркнуть Беларусь из истории. Они не рассчитывали на то, что благодаря их выходке соберется группа из 50 единомышленников. Из Германии, Австрии, Швейцарии, Рихтенштейна. И сегодня приедет в Беларусь. Так что можно сказать, что их затея окончилась провалом. Почему Дремлево была первой остановкой перед Хатынью? Когда я узнал ужасную правду о Дремлево, мне показалось логичным, что прежде чем посетить Хатынь, надо побывать в одной из тех 186 деревень, которые были потеряны навсегда. По-моему, такие места производят большое впечатление. Это моя 12-я поездка в Беларусь. Я много повидал и знаю сегодня гораздо больше, чем мои немецкие сограждане. Поэтому я считаю, что первое впечатление надо получить именно в таких местах, как Дремлево. Необходимо подышать его воздухом, почувствовать его энергию, прежде чем посетить великий национальный мемориал в Хатыне, где становится ясным весь масштаб уничтожения беларусского народа. То, что произошло на вашей земле, до сих пор не укладывается у меня в голове. Я словно упал в бездонную яму, когда осознал весь ужас этой трагедии. Последние несколько дней мы много говорили о том, как нам максимально эффективно рассказать о нашей миссии. У нас большая аудитория в Германии, нас смотрят и слушают много людей. Но нам придется проявлять огромный талант, чтобы достучаться до тех, кто, возможно, впервые захочет нас услышать. До тех, кто еще сомневается в правильности всего происходящего. Таких людей становится все больше. И тут нужен, я бы сказал, очень творческий подход, чтобы задеть этих людей за живое и расшевелить их мышление. Люди на Западе живут по каким-то странным механическим шаблонам. Здесь, в Беларуси, все прозрачно, как и в России. В этом все дело. Нам придется очень постараться, чтобы до людей дошло то, что мы хотим сказать. Это неимоверно тяжело. Очень трудно выйти за рамки разрешенной пропаганды. Я, как убежденный журналист, вижу, как это тяжело. Я журналист. И я надеюсь, что мы, журналисты, являемся той международной гильдией, которая готова быть посланником между нашими странами, готова делать все, чтобы мы понимали друг друга. Это наша работа. В этом смысле мы посланники мира. И это единственная политическая ориентация, которую мы должны иметь. Да, все мы разные, но нас должно объединять одно – мир, взаимопонимание, дипломатия. Говоря словами бывшего канцлера Гельмута Шмидта, лучше потратить 100 часов на переговоры, чем час на стрельбу. Вот что главное. Я вижу в этом политический и стратегический расчет. Запад и прежде всего Соединенные Штаты маленькими шагами преследуют большую цель – ослабить Россию, ослабить Беларусь, как партнера России. Приближаясь к этой цели, Запад пытается работать на разрушение истории, на замалчивание зверств и ужасов фашизма. Если не говорить о них, исчезнет определенный эмоциональный фон. Никто уже не станет испытывать сочувствие погибшим беларусам или русским. Человек, у которого есть сердце и разум, у которого ранимая душа после посещения Хатыни или Дремлёва автоматически захочет стать пацифистом. Пропаганда войны почти всегда подразумевает расчеловечивание врага. Испытывать положительные эмоции к русским или беларусам было бы для коллективного Запада в данном случае просто разрушительным. А если Запад начнет разоблачать преступления нацистской Германии, то люди вдруг увидят то, что фашисты есть и среди своих. И это станет для Запада еще более губительным. Это деморализует не только армию. Ведь чтобы идти войной на других, надо враждебно настроить целый народ. А если народ будет знать об ужасных преступлениях прошлого, он не захочет воевать. Ни один нормальный немец никогда не возьмет в руки оружие и не пойдет убивать беларуса или русского. То, что мы видим сейчас, это подавление любого проявления человечности, любой формы сострадания. Поэтому Википедия и удаляет такие статьи. «Сегодня наше правительство серьезно болеет. Однажды оно поправится, и в мире вновь воцарится благоразумие. Как долго оно будет болеть, я не знаю. Но выздоровление обязательно наступит. Потому что ситуация в том виде, в котором мы ее наблюдаем сейчас, не может продолжаться вечно. Так дальше жить нельзя. И пока не наступят изменения, народная дипломатия крайне необходима. Люди должны взять инициативу в свои руки, наделить себя полномочиями и сказать, мы не согласны с тем, что происходит, и действовать». Как действовал я. Меня никто не заставлял, кроме моей совести. Я видел, какую политику проводит Запад и спрашивал себя, а что я могу сделать. Если я понял, что вестская политика не такая хорошая политика, я спросил меня, что я могу делать. У меня есть сын, и я не хочу, чтобы наши дети снова стреляли друг в друга. Поэтому я начал действовать. Я полетел к своим друзьям в Россию и убедился, что Россия на мне враг. А кто утверждает обратное, тот врет. Из России я приехал в Беларусь и влюбился в нее. Белорусский народ замечательный. Я хочу, чтобы и люди в Германии об этом узнали, почувствовали то, что чувствую я. А достичь этого можно только с помощью народной дипломатии. Только на удобренной почве может что-то вырасти. В Германии вдруг в европейских странах есть почва, но она ждет, пока ее возделают, чтобы на ней что-то могло вырасти. И я думаю, что путь народной дипломатии это единственный правильный путь на данный момент. Другого пути нет. Официальные каналы заблокированы или полностью в руках наших западных элит. Поэтому я очень рад, что нашей большой интернациональной группе удалось приехать сюда. Это невероятно важно. Обращаясь к белорусам, хочу попросить их тоже проявлять больше активности в продвижении народной дипломатии. В вашей стране хватает людей, которые честно, открыто говорят, мы тут, давайте разговаривать. Этого Беларусь и не скрывает. Я знаю, что сейчас есть сложности в связи с украинским кризисом, но Беларусь не является воюющей стороной. Это мирная страна и мирный народ. Возможно, Беларусь и следует сделать шаг вперед, проявить больше доверия, поддержать тех, кто хотел бы приехать в Беларусь и увидеть все своими глазами. Еще бы хотел добавить кое-что важное к вопросу о фашизме. Я родился и жил в Западной Германии. Вы знаете, что восточные и западные немцы воспитывались абсолютно по-разному. Это касалось и школьного образования. В Восточной Германии люди знали или по крайней мере что-то слышали о войне в России, о генеральном плане Ост и войне на истребление. В Западной Германии об этом не говорили. Наше внимание было сконцентрировано на теме геноцида еврейского народа. Я в старших классах школы много занимался историей и был слишком самонадеян, чтобы считать, что ничего нового о Второй мировой войне мне уже никто не расскажет. А потом я узнал, что в Беларуси был убит каждый третий и что по плану должно было быть уничтожено 75% населения. Об этом в нашей стране ничего не знают. Понимаете, у нас сняли всего лишь один документальный фильм про войну в Беларуси. Этот фильм сделал мой друг, журналист, еще в 2000 году. И когда он вышел, был огромный скандал из-за того, как была показана правда о Вермахте и войсках СС. Еще такой факт. Франц Гальдер, начальник генштаба сухопутных войск, причастный к разработке планов гидлеровской агрессии, после войны в американском плену писал книги по истории Второй мировой войны. Это значит, что мы занимались историей войны по книгам человека, который скрывал свои собственные преступления. Вот что случилось в Германии. И я, как журналист, вижу в исправлении этого факта свою задачу. Потому что между правдой и тем, что нам известно, лежит пропасть. Дело не в том, чтобы кого-то обвинять. Я не обвиняю свое поколение. Но на нас лежит ответственность. И ответственность заключается в том, что это мы в долгу перед вами за правду. Вы нам ничего не должны. Мы все еще в долгу перед вами. Я иногда говорю, что в Германии снова пахнуло Веймарской республикой. В каком-то смысле то, что сейчас происходит, напоминает мне эпизоды из книг Виктора Клемперера. Он был немецким евреем и в своих произведениях наглядно показал, как медленно начиналось исключение евреев из нормальной жизни. Что-то похожее происходит сейчас в Германии. Если вспомнить, когда закрывались «Спутник» и «Раша Тудей», то никто из моих коллег не выразил протест. Это просто невероятно. Ведь были нарушены все правила журналистики, которые гласят, что всегда должен быть кто-то, кто покажет иную точку зрения, кто расскажет историю с другой стороны. Это очень тревожный знак. Я думаю, что лживость глубоко и прочно укоренилась в нашей системе. Эта система делает из друзей врагов и пытается с помощью всех доступных инструментов создать свою империю. А ведь нам придется жить вместе, в мире, где все равны и понимают друг друга или пытаются понять друг друга. Нам придется установить правила, которые будут приняты всеми. Правило не может заключаться в том, что одна нация является исключительной, как говорит американская концепция явного предначертания. Эта теория давно устарела. Но фашистское мышление на самом деле не умерло. Оно существует, например, в нашем экономическом устройстве, в теории социал-дарвинизма, в капитализме и так далее. Из него не может родиться гуманистическая картина мира. Эти нерешенные проблемы как назревший гнойник. И единственный способ их решить продолжать разговаривать, укреплять связи. Вы знаете, у нас очень слабое правительство, которому не хватает мужества. Ему не хватает мягкой силы Махатмы Ганди, который знает, чего хочет и добивается этого мирными методами. Германия не такая. В каком-то смысле немецкий народ опустошен. То, что делало нас хорошими, больше не существует. А то, что делало нас плохими, отошло на второй план. Перед нами стоит на самом деле огромная задача, и нам нужна помощь и поддержка. Но в конечном итоге мы должны будем жить вместе в мире, где мы сможем договориться о правилах, которые будут едиными для всех. Это должны быть правила и на словах, и на деле, а не так, как сегодня. Факт остается фактом. Никто не хочет войны. В одной только Германии миллионы людей выступают за мир. Нормальные люди не заинтересованы в войне. Интерес к войне это абсурд, нонсенс. Исключение составляет разве что боссы оружейных компаний. Обычный человек не интересуется войной. Мне очень повезло, я объездил весь мир, был в Японии, Корее, Китае, в Конго, в США, на Карибах, путешествовал по Европе. Я много разговаривал с людьми. Они живут похожими заботами, живут обычной жизнью. Я не встречал никого, кто бы говорил, что война – это хорошо. Так почему же так происходит? Почему мы постоянно находимся на грани войны? На это есть причины, и о них надо говорить. Их необходимо освещать, задавать вопросы. Почему так происходит? Что с вами не так? Вопросы надо задавать конкретным людям. Почему это так? Почему? Что происходит с вами? Что происходит с вами? Что происходит с вами? Это должно быть адресировано. И может быть, Вайс Русслянд, с прессой, может быть, и белорусским СМИ нужно больше работать в этом направлении. Я не читаю белорусские газеты, но слежу на немецком сайте Белта за новостями в вашей стране. И я удивлен, что вы слишком деликатничаете с Германией. Германия обращается с вами жестоко. Я бы сказал, безжалостно и беспощадно. А как белорусы реагируют на это? Говорят, ну ладно, все будет хорошо. Не будет. Никогда не будет. Запад будет вас унижать, а вы снова будете терпеть. Не хочу быть слишком эмоциональным, но я бы вам посоветовал сменить тактику и сказать, все, хватит. И это почувствовал по отношению людей. В Хатыни к нам подошли две женщины и поблагодарили нас за то, что мы приехали. Это, конечно, здорово, но это мы должны вас благодарить за то, что разрешили нам быть здесь. Беларусь не сделала ничего плохого. Беларусы защищали свою страну во время войны. Это совершенно нормально. То, что натворила Германия, это ужасно. Тем не менее, две абсолютно незнакомые женщины одновременно подошли к нам и сказали спасибо лишь за то, что мы приехали в Хатынь. С ума сойти. Это мы должны были сказать спасибо за то, что вы нас сюда пригласили. Наша миссия заключается в том, чтобы лично посетить места страшных военных преступлений и донести весь этот ужас, который мы там увидели, до наших соотечественников в Германии. И не только в Германии, но во всем мире. И все, что мы видим, ужасно видели, нашим немногим Mitmenschen nahezubring, но и также интернационально мы хотим рассказать всем жестокую правду, для того, чтобы никто никогда не забывал урок истории. Мы считаем, что каждый, кто узнает эту правду, захочет жить в мире и согласии с Белоруссией и Россией. Нам всем нужно понимать, как фашизм проникает в сознание людей. Это происходит не сразу, а насаждается в умы в течение многих лет средствами манипуляции и пропаганды. И тогда становится ясно, что фашизм это просто пример того, что можно сделать с человеческим сознанием, если знать, как оно работает. И если разглядеть механизмы этой коварной психологии, то неудивительно, что сегодня в мире так много людей заражено фашизмом. И не только традиционно коричневым, как нацизм, но и абсолютно новым фашизмом во всех его формах и расцветках. Наша главная задача заключается в том, чтобы с помощью образования и правдивого осмысления истории выработать у всех людей в мире сильный иммунитет против фашизма, духовный иммунитет. Вот почему мы этим занимаемся. Сохраняя историческую память, мы являемся лекарством, своего рода витамином С, для укрепления нашего духовного иммунитета. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин